Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим про Panzer Koufagen 5.4. На момент просмотра этого видео, может быть, у кого-то он еще и продается, потому что я записываю сейчас 5.34, это 28 мая, поэтому сейчас он еще продается. Всего их там осталось, вот я даже на сайте могу посмотреть, 12 826. За 5,5 тысяч золота, ну, я считаю то, что это вполне себе хорошо. По факту, забегу вперед, скажу то, что отдать 5,5 тысяч, то есть это сколько, 1100 рублей, за данный танк на 5 уровне гораздо рациональнее, чем отдать 15 тысяч голды, по-моему, да, отдавали за джедая. Это вообще жесть. То есть это ни в какие ворота не вписываются, джедая уже не гнет, то есть прошли времена. А вот этот танк гнет, он реально гнет на своем уровне. Если заглянуть в статистику, есть еще и панзерковый фаген 5.4 альфа, он выдавался альфа-тестером, это были там вообще древние времена, их на аккаунтах там может штук 100-200. Ну и, кстати, наш, это панзерковый фаген 5.4, они, кстати, абсолютно одинаковые, там альфа просто. На нем-то тоже сколько там тысяч было? 1020-30, все, то есть их мало было. Это реально редкий танк заполучить в ангаре, поэтому если вы просматриваете данное видео и у вас есть 5,5 тысяч голды, Ребят, реально, как бы, это того стоит, то есть этот танк того стоит. Загляните в процент побед, вот смотрите, 70 и 35 на альфа, ну потому что альфа-тестеры, понятно, не играют хорошо, на нашем 59 и 92, то есть одинаковые танки, одинаковые. Вы можете, если вы суперскилловый игрок, вы можете отличный процент побед держать на этом танке. Если вы играете взводом на них, это просто капец, это будет хана. Ну и по урону мы тоже, кстати, в топе, на первом 794, на втором 727, то есть и по урону, и по проценту побед. Давно я не встречал, чтобы вот прям так танка и по проценту побед, и по урону тащили. Два вот, два из двух, это прям жестко. А все почему? Потому что у нас здесь вот хорошие показатели практически по всем. Чтобы вы понимали, когда-то этот танк был на шестом уровне, и был он там не очень хороший. Потом его понизили, сделали на пятый уровень, перевели его, сделали льготным и еще апнули. То есть это, ну, очень жирный ап. И тогда, конечно, он заиграл апнули орудия. Ну, чтобы вы понимали, кстати, из названия Panzerkauffagen 5.4, понятно то, что башня от... Точнее, корпус от Пантеры, которая на седьмом уровне, потому что Panzerkauffagen 5. А башня от Panzerkauffagen 4. Башня рыхлая, но не сказать, чтобы ее прям все пробивать. Нет, она и башню может иногда что-то потанковать. Там даже в башенке около 90 миллиметров, 90-95. То есть даже не каждый ствол туда вас пробьет в башенку. Также вокруг башни есть там экранчики, по бортам фальшборта есть. Ну, вообще корпус рыхлый. Но иногда вот фальшбортами что-то танканет. Вся фишка в броне, это, конечно, передок. Все-таки 85 без приведенки это много. А с приведенкой получается около 150. А вы вспомните, сколько пушек пробивает 150. На пятом уровне на голде-то мало кто играет. Может, там какие-нибудь Т-67 на голде и тому подобное. То есть все равно мы танкуем. И нижний бронелист там почти 110. То есть шанс танкануть на этом СТ гораздо выше, чем на всех остальных. Поэтому у нас броня есть. У нас хорошее орудие. Мобильность. Обзор, я считаю, тоже. Единственное то, что незаметность. Но если посмотреть с другой стороны, большая мобильность и больший размер можно использовать как таран. Поэтому тут такое себе. Ну сказать то, что мы прям вот вообще везде светимся, нет. Но в принципе, в принципе, данный танк лучший на своем уровне. Честно, я не знаю танк, который вот лучше, чем вот этот. Серьезно. Интересно будет то, что вот французец выйдет за марафон. Это тоже интересно. Многие его получат. Но самое токсичное, самый токсичный танк на пятом уровне, это левша. То есть вообще без вариантов. Левша это просто жесть. Но вот панзероковый фаген 5.4 очень хорош. И если вы просматриваете этот видос, не пожалейте, ребят, купите. То есть это реально танк того стоит. Я вот советую вам от чистого сердца. Серьезно. То есть, ну давно я так не советовал какой-то танк заполучить. Во-первых, он редкий. Ну и во-вторых, на нем можно очень-очень жестко поднимать ВН-8. Потому что показатели на нем можно делать хорошие, а на руках он у небольшого количества игроков. То есть, чтобы вы понимали, в статистике на этом танке, ну за последнее время, конечно, их до этого не так много было, 172 тысячи боев. В то время как на Т-67 22 миллиона. На, не знаю, на левше том же 3,5 миллиона. То есть мало. Поэтому на нем можно нагибать. И что у нас тут по орудию? Орудие 75-ти миллиметровое. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, гигантский боекомплект. 24 снаряда. Ой, 124. И поэтому можно делать какое-то разнообразие. Разовый урон в 110, это нормально. То есть это обычно. 110 бронепробития, это тоже обычно. Но вот голдуй 158, конечно, не так много. Но все равно. Так как мы встречаемся с шестерками, а 158, в принципе, на любую шестерку хватит, чтобы в лоб пробивать. Пускай там не во все места, но в уязвимые. Поэтому, как бы, это наш плюс. ДПМ хороший. В принципе, стабилизация неплохая. Да, может быть, точность 0.37 не самая хорошая. Время сведения тоже быстрое. 2 секунды. Пушка вниз на 10 градусов опускается. То есть, к чему можно придраться? Только, может быть, к точности 0.37. Но этот танк тоже далеко не косой. Все. Ну и, как бы, точность тоже можно чуть поменьше сделать. Чтобы она лучше была. По броне, я уже сказал, 520 хп, это тоже для СТ много. Ну, как бы, вот, возьмите Чеха, возьмите Т-34, у них 450. Здесь 520. Но в то же время, если премиумного немца взять, там, ПЗ-25 ТЭП, у него 610, если я не ошибаюсь. То есть, побольше. Но все равно, то есть, у нас есть броня, у него нету. Поэтому мы в любом случае в плюсе. Поэтому по орудию и по броне однозначно плюс. По мобильности также мы большой. И у нас удельная мощность 17,24. Чтобы вы понимали, мы, вот, если там оборудование объесим, почти 45 тонн будем весить. Для пятого уровня это очень много. И с мобильностью в, ну, максималка 55 вперед. И удельная мощность 17,24 можно использовать как на Е-писи таран. То есть, это вот такой мини-Е-пись по тарану на пятых уровнях. Когда там есть какие-нибудь четвертые уровни маленькие. Тут же Т-67. Не знаю, там, маленькие вот эти Чинукай какие-нибудь. Там танчики очень маленькие, которые можно таранить. Это тоже нужно использовать. И обзор 365 метров. Это неплохой обзор. Если, если сюда поставить просветленку, а я, кстати, советую сюда ставить, то можно прям вообще неплохо так подсвечивать. Ну и что еще сюда можно? Конечно же, досылатель. Как бы без досыла вообще в бой нельзя выходить практически на любом танке. Досылатель это один из самых главных. И вот здесь, как бы, некоторые, допустим, ставят усиленные привды наводки. Но я не понимаю этих ребят. У меня просто знакомый поставил. И я не понимаю, честно. Здесь время сведения так, 2 секунды, куда еще быстрее. Да, там, пускай КД 3,5 будет, 4 секунды. Но все равно сводится быстро, поэтому усиленные приводы наводки не ставьте. Не совершайте его ошибок, а поставьте сюда вентиль. И тогда у вас получится прям вот такое стандартное практически оборудование. Это досыл, это вентиль и это оптика. При том то, что вентиль и оптика могут обзор так раскачать, что вы вообще будете практически там чуть ли не самым крутым светляком. Это очень, ну, очень жестко. И по факту, что мы получаем? Мы получаем хорошее орудие, мы получаем хорошую броню. Здесь броня лучше, чем у некоторых тяжей-то на пятом уровне. Хорошая мобильность, хороший обзор, все. Единственное, это незаметность, но тоже она далеко не самая плохая. Но из-за этого минуса, да, как незаметность, можно сделать плюс как таран. То есть здесь можно по-разному использовать. Поэтому я считаю то, что данный танк за пять с половиной тысяч голды, учитывая тот факт, что он жутко редкий, я считаю однозначно, вот если у вас еще осталось время там, или он когда-то еще в продажу выйдет, ребят, не поскупитесь, купите. Да, это низкий уровень, да, там нельзя, допустим, много фармить. Но если вы хотите просто поиграть, не все же в нашей игре нужно рассматривать с точки зрения рациональности, покупать только для того, чтобы фармить. А фармить для чего? Чтобы покупать, то есть какой-то замкнутый круг получается. Нужно же и удовольствие получать, не обязательно на десятках играть. Для этого есть пятерки неплохие, те же вот тройки продавались. Знаете, мне, допустим, не стыдно отдать там тысячу рублей, чтобы получать удовольствие, играя на каком-либо танке. То есть каждый сходит с ума по-своему. Кто-то за тысячу рублей пойдет там, не знаю, бухла накупит, выбьет, он кайфанет. Я кайфану от танка. То есть у каждого свой кайф, так сказать, и как бы у каждого все по-разному. И не нужно думать то, что вот из-за этих пять тысяч с половиной голды там, пять с половиной голды там потрачу и куплю себе семерку, буду на ней фармить. Но при этом ты будешь на этой семерке играть, как будто ходить на работу, не будешь испытывать никакого удовольствия вообще, но будешь фармить. А фармить для чего? Чтобы купить десятку, на которой, блин, сейчас страдает, потому что появились ФВ. Поэтому такое себе нужно в нашей игре. Главное не забывать про удовольствие и получать удовольствие от игры. Поэтому, вот честно, этот танк один из лучших, одно из самых лучших предложений, которое было. Если не самое лучшее. Поэтому к данному танку присмотритесь, ребят. От души честно советую. Это не реклама, как бы, ну у меня канал 10 тысяч, у меня просмотров там на видосах не так много собирается. Кто меня-то проплачивать будет? Поэтому, сами подумайте, то есть, это невыгодно и вообще нелогично. Я этот танк одобряю, мне он зашел, мне понравился, то есть, вообще, хороший танк. Вообще, вот просто без вопросов. На сегодня, ребят, у меня все. Большое спасибо вам за просмотр, за то, что подписываетесь. А если не подписан, то обязательно подпишись. И если вы кушали, кстати, то, конечно же, вам приятного аппетита, там, с прошедшим как-нибудь. Ну, то есть, вы поняли. Все. Подпишитесь, лайк, диск, коммент и на группу ВКонтакте. Ссылочка есть. Все. Большое спасибо. До новых встреч. Пока-пока.